Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на Первом городском, это проект ГОСТ-студии. И у нас в гостях сегодня генеральный директор государственного предприятия Кребастром водоснабжения. У нас в гостях Егор Прокопчук. Здравствуйте, Егор. Спасибо огромное, что нашли время и посетили нашу студию. Итак, к вопросам. В Украине снова поднимаются тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения. Коснется ли это потребителей вашего предприятия? Ну, смотрите, во-первых, сразу хочу успокоить всех жителей Креббаса, в нашем городе тарифы не поднимутся. Сейчас происходит поднятие тарифов исключительно для тех водоканалов, которые не сделали это в прошлом году. То есть те, которые подали заявки в конце лет и начале осени прошлого года, просто сейчас только дошла очередь до рассмотрения их документов. На самом деле у нас были подняты тарифы еще в августе месяце, которые вступили в силу первой платежки в сентябре, пошли по повышенным тарифам. Поэтому говорить о поднятии тарифов как минимум рано, ну и морально неэтично, только поднимали буквально 4 месяца назад и делать это повторно, ну будет неправильно как минимум. Ну а по какому тарифу работаете сейчас? Смотрите, наш тариф на самом деле не имеет особого влияния на население, потому что у нас промышленный тариф. Мы продаем промышленным предприятиям, а не населению. Мы продаем по 3.36 не лицензиатам, по 2.34 лицензиатам. То есть тут скорее вопрос, по какой цене продает уже коммунальное предприятие водоканал людям. Но это уже вопрос скорее к директору Кривбас водоканала. Да, то есть получается, сейчас какая задолженность у вас перед ВТЭКом и какая задолженность водоканала перед вами? Смотрите, ситуация на самом деле выравнивается, как мы видим, никто... Судя по тому, что в СМИ это уже перестало появляться, то ситуация выравнивается. Достигнутой договоренности подписан меморандум между местной властью, между ДТЭКом, между водоканалом и между Кривбаспром водоснабжением. Подписан совместный меморандум, который определяет порядки расчетов и какие обязательства берет на себя какая сторона. Но задолженность водоканала по-прежнему прирастает, уже не такими большими темпами, гораздо меньшими, потому что там они тоже в свою очередь ведут войну с потерями, ведут войну с неоплатами, но она все еще прирастает. Хотелось бы, конечно, чтобы расчет был стопроцентный, но пока этого нет. Но хочу отметить, что за электроэнергию за последние три месяца долгов не накопили. То есть полностью рассчитали за электроэнергию, даже слегка погасили в предыдущий период. Во многом тут, конечно, сыграла роль местная власть, которая решением предпоследней уже, получается, сессии выделяла деньги в материальную помощь коммунальному предприятию Кривбаспром водоканалу. Соответственно, потом эти деньги гасили долги водоканала, мы гасили долги ДТЭКа. То есть стандартная цепочка. Понимаю, но какие давления сейчас со стороны ДТЭКа не чувствуете? Сейчас нет. Сейчас нет. То есть на самом деле сейчас задолженность не прирастает, поэтому ни о каком давлении речи быть и не может. Единственный нюанс в том, что существует долгоиграющая, давноиграющая судебная тяжба. То есть каждый раз ДТЭК начисляет дополнительные штрафные санкции, уже идут штрафы на штрафы. Но это как, знаете, как человек, который раз попал в банковскую, в кредитную кабалу, оно уже само на себя накручивает. То есть, чтобы мы не платили, оно растет быстрее. Но хуже всего в этом всем то, что существуют процессуальные нюансы. Даже несмотря на то, что мы договорились с ДТЭКом о платежах, все равно существуют решения судов, которые были получены ранее. У нас в стране все решения судов исполняет государственная исполнительная служба, и она их не исполнять не может. Это ее работа. Да, это их работа. И это, в свою очередь, приводит к неким затруднениям в нашей работе. Потому что государственные исполнители постоянно арестовывают счета, списывают деньги со счетов. Вот, к примеру, вся техника, которая находится на балансе кривбас-проводоснабжения, находится под арестом. То есть, ее нельзя не продать, не вывезти. На самом деле, и перемещаться на нее нельзя. Но долги как-то нужно отдавать. Да. Ну, то есть, это такой процессуальный инструмент. На самом деле, не понимаю, зачем его использовал государственный исполнитель. Ну, то есть, зачем арестовывать какой-нибудь ЗИЛ 1978-1980 года. Да, сейчас реальный пример. Который стоит 50-100 тысяч гривен при долгах в 100 миллионов. Ну, это абсурд. Который может работать еще? Да, он может работать. Это инструмент, который непосредственно используется в производственном цикле. Его нельзя изымать. То есть, при том, что между предприятиями имеются расчеты, которые меряются десятками миллионов, арестовывать какую-то мелочную технику, которая стоит 50-100 тысяч, ну, это, знаете, как... Не выход. Да, это не выход. Это просто мелкий саботаж. К примеру, вот интересная ситуация. Она уже повторяется второй раз у нас в городе. Полиция, ну, это как бы в результате нарушения правил дорожного движения остановила водителя. Нашего транспортного средства обнаружила, что машина находится в розыске. И, соответственно, эта машина должна быть изъята у предприятия и передана государственной исполнительной службе для реализации. То есть, перемещена на штрафплощадку до дальнейшего действия государственного исполнителя. И тут, продукт ситуации, полиция попала в процессуальный капкан. То есть, государственный исполнитель находится не в кривом роге, потому что крупные взыскания либо Днепр, либо Киев, чем крупнее сумма. Забрать машину они не могут, потому что это большая грузовая машина. Нет эвакуатора, который может перемещать крупногабаритную технику. И передать службе не могут. Да, и передать службе не могут. То есть, в итоге, эту машину, может, многие видели, стоит тут недалеко, в центральной части города. Это КАМАЗ. Его охраняют, завтра будет уже 40 дней, как эту машину охраняют полицейские. То есть, это просто реальный процессуальный абсурд. Государственный исполнитель действий не выполняет, сам не прибывает на место, чтобы описать и изъять машину. И не передает никому право эти действия выполнить. Но при этом и полиция не может отпустить машину, которую она как бы остановила и выявила. Да, абсурд. Но давайте на более серьезную тему. Насколько сейчас зимний период предприятия работают? И насколько есть ли особенности, сложности? Конечно, всегда есть сложности работы в условиях мороза. Но все отлично, никаких проблем. Единственное усложнение, это, конечно же, увеличение потребления электроэнергии. То есть, все-таки, мы на предприятии полностью отказались от газового отопления. Большинство отоплений на большинстве комплексов перевели на электро. Лишь на одном у нас твердотопливный котел. А так все перевели на электроотопление. Из-за этого слегка подросли платежки за электроэнергию. Но боремся, что делать? Как думаете, какой-то прогноз, когда предприятие хотя бы в минимальный плюс будет выходить? Что для этого нужно? Чтобы не было долгов, чтобы люди 100% рассчитывались. То есть, проблема в том, что многие, знаете, особенно сейчас, когда видят некие непомерзные... А зимой меньше пот или нет? Или нет какой-то сезона? Вот статистику увидим к концу зимы. Понимаете, эта зима немножко нестандартная, потому что в очередной раз поднялись тарифы на тепло, что суммарно увеличило суммарную платежку за квартплату вообще, да, суммарную. Поэтому мы до конца не понимаем, как себя поведет конечный потребитель. То есть, это мы увидим лишь в статистике чуть позже. Но в зимний период, конечно же, слегка падает платежная дисциплина, потому что сложнее людям платить, выше платежка. Приходится выбирать. Кстати, тут хотелось бы отдельно обратиться к нашим зрителям. Насколько вы знаете, на последней сессии было принято решение о материальной помощи в размере 500 гривен определенным категориям граждан. И там имеется право выбора у любого жителя города Кривой Рук. Имеется право выбора то ли на тепло эти деньги отдать, то ли на водоснабжение. Я, как будучи представителем и руководителем организации водоснабжающей, очень вас прошу, выберите водоснабжение. Потому что тепловики этих денег сильно не заметят, потому что у них гораздо выше платежки. А для нас это все-таки колоссальная помощь будет. Итак, есть долги перед населением, перед водоканалом. Правильно. Насколько вы отслеживаете, как они с этими должниками борются? Возможно, что-то советуете. Это же эти деньги, которые вам потом будут возвращаться, правильно? Знаете, в этом всем, конечно же, мы работаем сообща. Там, где можно... Как бороться со своими должниками, в этом и не в стрём. У каждого своя хозяйственная деятельность. Лишь там, где мы можем совместно что-то улучшить, к примеру, саму систему водоснабжения, правильность распределения потоков по городу, тут, конечно же, мы очень тесно сотрудничаем. То есть, постоянно на прямой связи весь инженерный состав, где прикрываем задвижки, где открываем задвижки, чтобы минимизировать потери. То есть, то, на что мы можем прямо влиять, это потери. И для этого мы постоянно мониторим давление в системе в разных ее участках. И совместными усилиями это все стараемся минимизировать. Ну, вы уже больше, чем полгода руководите государственной компанией. Это уже на посту гендиректора. На посту гендиректора три месяца. Три месяца. Ну, все же, вот, какие результаты, что можете вы, самое главное, выделить? Самое главное и самое принципиальное, то, что, наконец-то, исчез ежемесячный кассовый разрыв. То есть, каждый месяц предприятие накапливало долги. Сейчас ситуация выровнялась, сейчас этого нет. То есть, я стал исполняющим обязанности в конце мая, в начале ноября, уже генеральным директором. За последние полгода нет ни копейки долга за электроэнергию. То есть, если каждый месяц прирастало до меня по 4-5 миллионов, то сейчас этого нет. Предприятие ужалось из частично негативных факторов. Это то, что приходится сокращать людей. Да, ну, для персонала. Да, то есть, суммарно штат уменьшился почти на 130 человек. Очень неприятная мера, очень болезненная мера, но, к сожалению, без нее никак. Это основные затраты. Вообще, мое личное мнение на многих государственных, коммунальных предприятиях. Штаты были раздуты, потому что любой собственник считает каждую свою копейку. А когда нет собственника, когда собственник государства, все вот как-то так. Конечно, комфортнее работать, когда у вас в отделе вместо 4-х человек 6. Конечно, вам комфортнее. У вас меньше работы, больше свободного времени. Главное, чтобы эффективность повышалась. Да. Поэтому... Понимаю, а вот все же, насколько сейчас поменялся менеджмент компании, кроме сокращения штата? Потому что мы с вами не единожды говорили, вы говорили о том, что нужно где-то, если сказать, еще дополнительный заработок. Насколько это сейчас получается? Смотрите, суммарно технический менеджмент не менялся. То есть, даже что бы не происходило в стране, даже Ленин не расстреливал профессионалов. То есть, людей, которые действительно являются профессионалами, несмотря на их любые личностные взаимоотношения, политические взгляды, все что угодно, ни в коем случае нельзя лишаться. Потому что это профессионалы. И такие люди должны оставаться, должны дальше передавать свой опыт, свои знания следующим поколениям и на пользу предприятия использовать. Частично поменялся, суммарно предприятие, средний возраст на предприятии снизился гораздо, потому что я все-таки сторонник того, что необходимо всегда растить смену и замену себе. Мы никогда не знаем, что произойдет завтра. Мы никогда не знаем, что произойдет послезавтра. Нельзя, чтобы какой-то процесс держался на каком-то конкретном человеке. Всегда должна быть четкая замена, всегда должны быть более молодые кадры, которые в случае острой необходимости все это могут подхватить и нести дальше. Потому что мы говорим о системе жизнеобеспечивающей, без которой не может функционировать, по сути дела, мегаполисом тяжело назвать, но крупный город. Зарплата у сотрудников, я понимаю, что штат мы сократили. Уменялась или нет? Смотрите, зарплата сейчас поднимается лишь благодаря индексации. Сейчас для меня лично есть в моих личных планах нарисована определенная цель по количеству персонала. Я думаю, скоро она будет достигнута и тогда произойдет повышение заработной платы на предприятии. Но на предприятии стабильно платится зарплата, стабильно платится аванс, стабильно начисляются премии, что немаловажно, кстати. Начисление премий. Понимаю. Потому что у многих... Значит, есть за что? Да, понимаете, у многих есть откуда. Да. Средняя зарплата вроде у всех одинаковая, но у кого-то может быть даже на 100-200 гривен выше. Но когда у многих сотрудников по 20-30% премии, уже и смотришь, получают на руки люди гораздо выше. Да, есть некая система мотиваций, которая там за экономию электроэнергии, например. Если человек внедряет какое-то решение, однозначно получает за это премии. Если соблюдаются все удельные нормы, доведенные в начале месяца, однозначно все причастные к этому получат дополнительные премии. Поэтому в наше тяжелое время сам факт того, что нет задержки и все платится минута в минуту, когда приходит срок, это уже достижение. На этой оптимистической ноте я предлагаю поставить точку и также предлагаю, Егор, встретиться с вами уже, когда закончится зимний период, подвести, возможно, какие-то итоги. Так что авансом приглашаю в эту студию. Спасибо большое. Спасибо огромное, друзья. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Егор Прокопчук, гендиректор Кривбас Промводоснабжения Государственного предприятия. Меня же зовут Иван Дычак. Оставайтесь на главном телеканале Кривбаса. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова